63 октябинки приняли участие в конкурсе Мисс Актоберадио 2017. По условиям турнира конкурсантки должны были разместить свои фото на странице Актоберадио в соцсети. Количество лайков должно было определить финалисток конкурса. Ими стали пять самых очаровательных слушанниц радио нашего города. Конкурс проводился на просторах интернета. Первый этап это был Инстаграм и ВКонтакте, две социальные сети. Далее выбрали пять финалисток. Сегодня будет сам финал. Домашнее задание творческое. Потом мы будем проводить музыкальный конкурс, который проводится у нас на радиостанции. И третий конкурс это начитка текста плюс скороговорка, где участницы смогут почувствовать себя в роли музыкальных ведущих. Каждая из финалисток по заданию конкурса должна была оригинально представиться, выполнить все задания жюри. Девушки ответственно отнеслись к этой привилегии, как рассказали конкурсантки. На всем протяжении предварительного отбора им оказали огромную помощь родственники и друзья. И сегодня на конкурсе они не оставили красавиц в одиночестве. «Октоберадио» слушаю давно. В принципе, ну это понятно, потому что живу в Оксибинске. Ну чтобы участвовать в конкурсе, наверное, родственники, родня все-таки помогли мне в этом плане. Было желание, но были сомнения. Их поддержка дала большой толчок. Мне кажется, стоит проводить такие конкурсы. Ну потому что много девочек у нас талантливых, красивых девочек, которые себя не раскрывают. И вот таких маленьких конкурсов, мне кажется, они могут себя раскроть и дальше будут идти. В насыщенную музыкальную программу конкурса подготовили студенты Октябрьского музыкального колледжа. Победительницей конкурса стала Надежда Успанова. По профессии она нейл-стилист. Красотка в розовом Карина Котельникова стала мисс лайк конкурса. А Дарья Савина – мисс очарования. Перезад Абдрашева удостоена звания мисс постоянства. Новая Мисс Актоберадио получила купон на 50 тысяч тенге для его реализации в мире ковров. А остальным финалисткам были подарены купоны на посещение спортивного клуба Редека и косметику французского Дома Духов. Антон Пережогин, Алимжан Молдебеков, программа «Факт». Алимжан Молдебеков, программа «Факт».